Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников Юрий Иванович Пименов. Советский художник, живописец, график, сценограф, плакатист, педагог, академик Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии и двух сталинских премий. Родился в Москве в семье юриста, учился в 10-й московской гимназии, затем на живописном полиграфическом факультете высших художественно-технических мастерских. С 1923 года работал в журналах, по окончании учебы в 1925-м стал одним из учредителей общества станковистов, член-учредитель общества художников из-за бригады. В ранний период испытал большое влияние немецкого экспрессионизма, что во многом объясняет надрывно-драматическую остроту лучших его картин этих лет. Инвалидной войны, даешь тяжелую индустрию, солдаты переходят в сторону революции. С годами перешел к обновленному импрессионизму, исповедуя творческий принцип прекрасного мгновения, легкого и артистичного образа впечатления. Работал в театрально-декорационном искусстве, занимался иллюстрацией книг, монументально-декоративных работ, мастер рекламного киноплаката, в котором использовал элементы станкового искусства. Оформил спектакли «Мастер из Кламсии», «Серанот де Бержера», «Копилка», «За тех, кто в море», «Степь широка», «По чужим небом» и так далее, и так далее, и так далее. В 1936-1937 годах преподавал в Институте повышения квалификации художников живописства в Москве на художественном факультете во ВГИКе, профессор, работал в окнах ТАСС, в 1954 году избран членом корреспондентом, а в 1962-м действительным членом Академии художников СССР, член Союза художников СССР. В 1966-м подписал письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю Брежневу против реабилитации Старина. Юрий Пименов умер 6 сентября 1977 года в Москве, похоронен на Новодевичьем лавбище. Ну вот, такие данные из Википедии я нашел по Юрию Ивановичу Пименову, советкам, российскому художнику, живописце, графике, стенографе, плакатисты и педагоге. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!